Вместе их возможности безграничны. Дом Надежды отмечает свои 20 лет. Это общественное движение челябинцев, родителей и детей с инвалидностью, диагнозами ДЦП и психоневрологическими заболеваниями. С теми, кто наслаждается жизнью вопреки, познакомилась наш корреспондент Яна Тормина. Побежала мышка-мать, стала утку в нельке звать. Эта кукла для Насти больше, чем игрушка, а Пупси заботится как о родной дочке. Сама же девочка – вечный ребенок для своей мамы. Все случилось 15 лет назад. Преждевременные роды и неутешительный диагноз – ДЦП. Сначала был шок, конечно, потому что никто, я говорю, никто никогда не готов к такому. Надо это принять, надо это осознать. При том, при всем, что некоторые врачи чуть-чуть открытым текстом говорили, откажись, зачем она тебе. Материнское сердце не может оставить своего дитя. Поэтому вот решили справляться вместе, работать. Наталья рассказывает, дочь научила радоваться жизни по-настоящему. Целую зиму просидели в съемной квартире. Их коляска по снегу передвигаться не может. Весной же гуляют каждый день и как можно больше. Ведь увидеть цветущую сирень для 15-летней Насте – уже маленькое чудо. Смотри, какая сирень красивая. Видишь? Наталья воспитывает дочь одна. И все это время ей помогает Дом надежды. Это общественное движение родителей детей с инвалидностью. В основном с ДЦП и психоневрологическими заболеваниями. Здесь много таких же мам, как я. Делится советами, делится жизненными какими-то ситуациями. Поэтому мы сплоченнее здесь. Или один человек в поле, или когда мы вместе, мы сильнее. В этом году общественной организации, или как здесь говорят, большой семье уже 20 лет. Тут родителям оказывают юридические консультации. В оформлении документов на льготы и пособия. И помогают отстаивать права. Несмотря на то, что движение Челябинска обращаются и семьи из соседних областей. Много противопоказания отказывают в путевках. В санаторных, пожертвных путевках. Но вот уже на протяжении 7 лет, правдами и неправдами, я стараюсь то в один санаторий устроить, то в другой санаторий. Но вот сейчас у нас с апреля месяца уже 20 человек отдохнули в санаторий. Но самое главное, что здесь находят и дети, и родители, это настоящие друзья. Которые понимают, как никто другой. Мы здесь как одна семья, тут очень весело и душевно. Мы частенько ездили на озера, на Смоль, на вот. Тут половина моих друзей из разных санаторий. Здесь рассказывают, в Челябинске передвигаться с колясочником сложно, но в доме надежды делают невозможное. Устраивают даже вылазки на природу с детьми. Для ребят это лучшая терапия. Ведь когда они вместе, их возможности действительно безграничны. Яна Турмин, Артём Большаков, Борис Абрамов, ОТВ.